Приветствую вас! Вы знаете, объективно, вот если объективно говорить, то для того, чтобы понять, как лучше задать мужчине вопрос относительно того, кто вы для него, не показав ему того факта, что вы его к чему-то принуждаете и так далее, и так далее. Для этого нужно все-таки больше информации о мужчине, что ему нравится и так далее. То есть тут нужно довольно-таки детально рассмотреть именно характер мужчины, его психологический портрет составить. Вот, и уже тогда можно будет говорить о том, что сказать, как сказать и так далее. Вот. Это то, что касается непосредственно вот именно ответа на вопрос, что сказать. Да. Потому что, ну, какие-то идентифицированные, какие-то унифицированные, я бы сказал, аспекты, да, унифицированные аспекты, а они вряд ли вообще могут вам помочь здесь, ну, просто потому что это не та история. Вот. Если, если вы хотите именно, ну, если вы хотите действительно разобраться с ситуацией, да, если вы хотите разобраться действительно с проблемой, вот, то, на мой взгляд, нужно все-таки вот изучать мужчину, вот. На мой взгляд, нужно все-таки разбираться с ним, и тогда уже будет более-менее понятно. Вот. Теперь дальше. По поводу того, что вы рассказали, да, по поводу того, что вы озвучили. Здесь момент такой. Значит, во-первых, во-первых, мужчина ведет себя так, как ведет в силу ряда причин особых, да. То есть, например, его, допустим, все устраивает, да, его, значит, например, ему все нравится, вот. Ему не нужно ничего делать для того, чтобы, значит, получать то, что он хочет, вот. И, соответственно, мужчина расслабился, ему хорошо, и поэтому он себя так с вами и ведет. Вот. И самым лучшим моментом, самой лучшей стратегией здесь, самой правильной стратегией будет отдалиться от него. То есть, грубо говоря, грубо говоря, показать ему, что вам не нравится, что вам не по душе, то, как он себя с вами, например, ведет. Отдаляться нужно адекватно, то есть, без какой-то агрессии, без каких-то претензий, без каких-то обвинений в, например, его адрес. Или, например, в адрес, скажем, ваш, да, вот. Всех этих вещей делать не стоит. Потому что никогда ни к чему хорошему это не приводило, и вряд ли когда-либо способно привести. Вот. Ну, просто потому что так. Надеюсь, что вы спорить с этим не будете, и надеюсь, что сомневаться в этом вы не будете тоже. Вот. Дальше. Дальше. После того, как вы от мужчины отдалитесь, после того, как вы от мужчины станете дальше, ему, скорее всего, будет, ну, как-то неприятно. От того, что классическая модель поведения, которая была у вас всегда, она сломалась. И он таким образом себя проявит. То есть, либо он будет спрашивать у вас, что случилось, все ли хорошо, все ли нормально. Вот. Либо, либо он будет вас обвинять, говорить, какая вы, например, плохая, как вы плохо себя с ним ведете, ну и так далее, так далее. Вот. И это тоже, в свою очередь, покажет ему, покажет вам, точнее не ему, простите, вам, покажет вам, как он к вам относится. И вы уже увидите, что серьезно он к вам относится или нет. Именно на основании того, что он, значит, будет вам говорить, на основании того, что он будет делать и так далее. Вот. Вот так мне представляется лучше всего вам себя вести. С другой стороны, с другой стороны, есть одна проблема, которая, мне кажется, заслуживает внимания. Это проблема, связанная с тем, что вы занимаете, как бы, ну, как бы, догоняющую роль, как бы, ведомую роль в отношении с мужчиной. То есть, вы говорите, я хочу понять, я хочу понять, кто я для него. То есть, это нужно вам понять, кто вы для него. Но если это нужно вам понять, кто вы для него, то, наверное, наверное, за этим стоят некоторые ваши потребности. Некоторые ваши желания, которые, безусловно, на вас влияют, влияют на ваше поведение, определяют, как не странно это звучит, то, что вы делаете и стимулируют вас к тому, чтобы вы вели себя, ну, вот, определенным образом. Что, конечно же, ни в коем случае не может считаться чем-то хорошим, чем-то правильным, чем-то адекватным, чем-то верным для вас. Потому что в этом случае вы возлагаете, как бы, на мужчину, да, на мужчину, вы возлагаете на него ответственность за то, что хотите вы. А это, это никому не нравится, это мало кому устраивает, это мало кому придется по душе. Поэтому, 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 очень важно, вот, вот прямо очень важно, чтобы вы ответили себе, сам себе на вопрос о том, чего вы хотите. Чтобы вы сами ответили себе на вопрос о том, что вам нужно. Чтобы вы сами ответили себе на вопрос, как вы хотите, чтобы, ну, вот, развивались отношения, например, которые у вас сейчас есть. И, что важно, для чего вам это нужно. Понимаете? Понимаете? Вот это, мне кажется, такой же ключевой аспект. И, и очень-очень важно, чтобы вы сами для себя вот это все выявили и определили. И только тогда, возможно, налаживание отношений, ну, то есть выстраивание ее. Вот. Далее, далее. Очень важно прояснить, что вы сами согласились, грубо говоря, вызвались, грубо говоря, выстраивать отношения в той форме, какой они сейчас вами выстраиваются. И у этого тоже есть основания. Я не знаю, конечно, какие именно основания, но они есть. Я полагаю, что с этим вы спорить не будете. И, соответственно, ну, совершенно очевидно, что какие-то ожидания у вас были, были, есть. И, в принципе, скорее всего они как-то, ну, остаются, да, остаются ожидания у вас. Вот. Но ответственности за них сами, самостоятельно, вы по-прежнему не несете. И мне кажется, что это ключевая особенность именно того, как вы ставите себя в отношениях с мужчинами. Ну, потому что нужно, чтобы они были равными, да, ну, чтобы отношения были равными, вот. Они у вас, не сказать, что мы прям такие, такие уж слишком равные, да. Мужчина явно находится в более выгодной для себя позиции, которая его, в общем и целом устраивает. Вот. Которая ему целиком и полностью нравится. Вот. И поэтому я полагаю, я полагаю, что работать нужно именно вот с этими аспектами, как бы там что ни было. Вот. И уже в зависимости от этого всего, уже в зависимости от данных вещей можно будет вам что-то рекомендовать. Опять же, исходя из того, что вы сами хотите. Да. Вот. Ну и, значит, так. Какие вы видите планы сами на себя в дальнейшем? Вот. 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 Я вам так скажу. Да? Вот. Какие вы видите планы на себя сами в дальнейшем? Вот. Вот. Понимаете? Мне кажется, что это вообще ключевой момент, который нужно, на который вам нужно обратить внимание. потому что вы определяете, как выстраивается ваша жизнь, а не кто-то другой. Понимаете? Вот. Мне кажется, что так можно ответить вам на ваш вопрос. На этом всё. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!